Псалом 23 Тоже мы встречаемся с ним, когда готовимся ко святому причащению. Сей рот, ищущий Господа, ищущий к лице Бога Яковлев, возьмите врата князи ваши, и возьмите си врата вечные, и внидит царь слава. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князи ваши, и возьмите си врата вечные, и внидит царь слава. Кто есть царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Вот, тоже небольшой псалом, 10 стихов. Здесь очень интересное пророчество, очень интересное свидетельство. Но оно такое, я бы так сказал, двойственное, бивалентное. И это определяет его, вот эта двойственность определяет его, вот, включение в чин подготовки ко святому причащению. А вообще, вроде как бы, все понятно. Идет царь, идет царь, идет на небо, вот, ходит туда, и ему спрашивают, кто ты такой? А ему отвечают сопровождающие его ангелы, что это царь славы. А я спрашиваю, кто такой царь славы? Ну, говорят, ну как, ваш собственный Господь и есть царь славы. Не узнает ситуацию? Это пророчество о вознесении. Христос, поднимающийся на небеса. Входящий за внутренний завес, как говорит апостол Павел. Входящего свята и святых. Входящий туда, откуда он ушел. Но особенность-то в том, что он никуда не уходил. Как говорит тропарь, один из самых антиномичных тропарей общего пользования. Во гробе плотью, вадежи с душею, якобох, врейжи с разбойником. И на престоле был и си, с отцем и духом, вся исполняй неописанно. То есть, ты на кресте, ты входишь в ад, ты, это самое, бываешь на престоле, там, где откуда никуда не уходил. Потому что он не отлучается от престола. Он не может божеством своим покинуть, выйти из троечных пределов. Он не может перестать быть царем, господом-седержителем, так скажем. Своё божество он не может никуда. Но пребывает неотступно и на престоле, и во Христе. Это антиномия. Конечно, наше сознание, оно только в момент какого-то богословских созерцаний, в момент размышления над какими-то местами Священного Писания постигает эту истину, что в своём божестве Христос никуда от вечных обителей света, предвечных обителей света никуда не отлучался. Но нам кажется, что вот он оттуда пришёл, стал человеком. Божество оно везде, всегда и всё всегда полностью. Но в обычной, обыденной нашей жизни мы об этом не размышляем. Нам кажется, что Бог откуда-то сошёл и куда-то вошёл. И кем-то стал, а потом снова вернулся. На самом деле никуда и не уходил. Так что ж тогда происходит? Ангелы видят полноту света, закрывают свои лица крылами, покрывают ноги свои крылами, не умея смотреть на свет, на престол Господа Вседержителя, на престол Ветхого Деньми, на престол славы своего Бога. И эта слава никуда не покидала. Эта слава нисколько не умолялась. И эти гимны, которые они поют Богу, это не прекращалось никогда. И вдруг приходит кто-то и стучит. Это, конечно, образ, какие там могут быть врата, но для человеческого познания все эти образы, метафоры, очень важны и ценны. И вдруг в эти врата вечного света кто-то стучится. И они спрашивают, кто стучится? Не может же сюда войти человек. Здесь только ангел, мы всех своих знаем, здесь не может быть человек. А им говорят, так вот это же не просто человек, это и есть ваш Господь. Вот это момент потрясения, потрясения вечного царства. Если оно возможно его потрясти, то оно потряслось в этот момент. Оно потряслось в тот момент, когда туда входит Христос. Ну как же? Что же особенного, что он туда входит? Ну он же там и был, но входит он в человеческом теле, носящим на себе язвы от гвоздей, носящим себе язвы от копья. Входит впервые туда человек. Человек. Он не может там быть. Он заходит за внутреннюю завесу, приближается к Богу своему, которого никогда не покидал, и садится одесную, там, где по божеству своему и находился вечно. Но садится уже человеческим телом, человеческим естеством, садится как человек, там, где человека никогда не было. В своем божестве он пребывал там вечно, а в своем человечестве он только сейчас вошел. Здорово. Вообще, потрясающая картина, нам совершенно далекая, мы не переживаем, хотя в сущности я всего лишь перевожу язык псалма на язык апостола Павла, послание апостола Павла к евреям. Вот там он об этом говорит, обо всем, и вот, естественно, вот ангелы удивлены этим удивительным чудом, что тот, кто теперь, они вдруг опознают в сыне человеческом своего Бога, в сыне человеческом своего царя. Они в сыне человеческом видят нечто невиденное, сын человеческий, сын Адама, стал их царем, или был их царем. Это вещь потрясающая им, они ведь на самом деле, как говорит апостол Павел, хотели бы проникнуть в тайну спасения человек, но не могут. Эту тайну открыта людям, и ангелы с небес с умилением, удивлением и потрясением познают некие тайны, открытые людям, для людей естественные, для них потрясающие. И поэтому не удивляются вот этот момент удивления, когда происходит такое невиданное дело, что человек входит, и когда он садится, одесной отца, они потрясенны, узнает в нем своего царя, но теперь они могут его видеть. Ведь раньше-то не могли. Ведь это же не только мы увидели лик своего Бога, они ведь тоже. Только их любовь к нему, в общем-то, в какой-то степени неизмерима, не посопоставима больше нашей, представьте себе восхищение их, когда они увидели лицо своего Бога. Никогда прежде его не видя, потому что у него нет лица. Это лицо проявляется только тогда, когда он становится человеком. И вот этого человека они видят и узнают, что вот он их царь, тот, кому они служили, тот, от кого они закрывали крыльями свое лицо, не умея смотреть в эту бездну света, теперь могут видеть его, служить ему. И этой радостью, удивительной радостью, наполнено небо, и потому оно потряслось. Они возликовали, увидев, впервые, за веки вечные, увидев лицо своего Бога. Это их торжество, это их восхищение, это их слава, потому что они стали причастны тому, о чем и помыслить не могли. И для них это воцарение Христа, оно также было удивительным, ни с чем не сопоставимым потрясением всего их естества ангельского. Но это свидетельство и не только о вознесении Христа, иначе бы оно не вошло вот в том контексте, в котором стало использоваться церковью. Это ведь и указание на каждого из нас, потому что царь славы, уже тот самый царь славы, уже тот, которого они видят на престоле, одесну и отца, тот, перед которым они предстоят, вот тот самый, он входит в наше сердце. Он входит внутрь нас. Царь славы входит внутрь нас. Самое интересное, вот по сути дела, так, насколько я могу владеть немножко текстом, английский текст именно, особенно, точно и трогательно передает вот этот момент вхождения царя славы, Господа, внутрь каждого человека. И вот это вот, вы же, мы же когда поем, и же херувимы, тайнообразующие, даже иногда задумываясь над тем, что поем, и как бы понимаем, что вот вообще-то, или как в молитве, которую читает священник, чтобы сотворил вход сей, именно, не просто мы тут ходили, и что-то делали, и вносили, выносили, переносили, вот, приготовленное вместообразие, то есть, то, что потом станет телом и кровью Иисуса Христа. А мы просим, чтобы этот вход сопровождали ангелы, потому что там, где Бог, они всегда его сопровождают, как своего царя. Мы этого не чувствуем, ну, потому что, конечно, маловерующие, и нечистые, и несмиренные, поэтому почувствовать присутствие этого полчища небесных сил и вхождения небесного царя мы не можем, или как на литургии прежде священных даров ныне силы небесные с нами невидимо служат. Мы же не чувствуем их, мы не видим их, потому и не считаем, что они есть, просто как бы веруем в это. А вот преподобный Сергий чувствовал и видел алтарь, залитый небесным, живым ипостасным светом. Это действительно так. То, о чем мы говорим, то, о чем свидетельствует церковь, то, о чем мы поем, это не просто некий ритуал, не просто некий символ, это обозначение реально происходящего в алтаре. Там действительно ангельские силы невидимо с нами служат. Там действительно происходит так, чтобы не просто священник что-то делал, он сопровождается этими ангельскими небесными силами и происходит нечто удивительное, потому что не просто царь славы сходит, чтобы заклатися и датися в пищу верным, а церковь сама возносится на высоту, потому что там, где царь, там, где его силы небесные, там и есть небо. и мы поднимаемся, возносимся до неба и входим вместе с ним в это святая святых, ведь мы часть его тела, часть его тела, восседающего на престоле, одесную отца. Мы, как говорит апостол Петр, царственное священство. И вот царь славы входит внутрь нас и нам говорятся, интересно, возьмите врата князи ваши, то есть князи по-славянски, поднимайте выше ворот, вот эту верхнюю перекладину, надо поднять, поднять, поднимайте ваши врата, поднимайте, устремляйтесь кверху, сделайте шире вход для Господа, как проповедь Иоанн Креститель начинается, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его, вот вас входит царь славы, выпрямитесь, поднимите планку выше, чтобы вошел он, духовную планку, выпрямитесь к небу, не надо пригибать свою голову к земле, поднимите ее к небу, только тогда, когда вы выпрямитесь, вытянитесь к небу, только тогда сможет войти царь слава, вы должны горе иметь сердца, туда вот устремиться, тогда он войдет, а если мы по земле ползаем своими мыслями, то тогда он не сможет войти, он не протискивается в нас, поэтому мы и говорим, всякое ныне житейское отложим по печень, и горе имеем сердца, вот это аллюзия как раз на строчке этого 23-го псалма, что человек должен устремиться вверх, если Бог спускается на землю для того, чтобы поднять нас к себе, то мы должны устремиться вверх, иначе мы обесцениваем его снисхождение, мы должны вверх подняться, горе иметь сердца, отложить всякое житейское попечение, поднять планку свою, как в контексте праздника преображения, там есть такой икос, богослужебный текст, который говорит, хватит ползать умом по земле, надо подняться на гору, надо взойти вверх, к Богу подняться, именно ум свой устремить в небо, куда и положено устремлять ум, руки наши делают то, что им положено делать, что велит им Бог делать, чувствовать мы должны то, что положено чувствовать человеку здесь, любя и сострадая, переживая и боясь, тревожа, да, это все должно быть, но ум, голова человеческая, все помышления должны быть устремлены к Богу, для того, чтобы наши чувства были в Боге, и наши руки делали его волю, если же голова будет скитаться, ум ползать этими самыми мелкими помыслами по земле, то царь славы не сможет нас войти, мы его не удержим, мы пришли, прибежали со своими человеческими мыслишками в храм, для того, чтобы прикоснуться к царю славы, правда? Мы веруем, что в нас сейчас ходит Бог, чего же мы боимся, почему ненавидим, почему тревожимся, а значит не вошел, не вошел, мы как пришли тревожными, так и ушли тревожными, как пришли с ненавистью, так и ушли с ненавистью, где он? Или он входит для того, чтобы исцелить мою язвочку на животе? Или он входит, царь славы входит для того, чтобы залечилась моя какая-нибудь там опухоль где-то? Мы его используем как какое-то лекарство доступное, чтобы не платить большие деньги? Это к царю славы мы так относимся? Как к местному врачу или фельдшеру? Потому что мы не понимаем, мы ползаем вот там он по земле, ползаем, ковыряемся мы слишком и не можем поднять голову, потому что мы даже ног его не видим. Потому что мы вот только видим эти реальности, если поднимем голову вверх, мы увидим, что кто перед нами стоит, кому мы должны открыть сердце. И не случайно же вот этот все, что свидетельствует церковь, там вот херувимская песня, молитва, которая сопровождает, этот возглас, могучий возглас, наполняющий все пространство храма, священник возглашает, горе имеем сердца. Вверх, 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 устремимся, вверх, выше, дальше, быстрее, к Богу. И тогда он войдет, и тогда мы не будем, как те сопровождающие Христа иудеи, с которыми с которыми началась беседа о хлебе жизни, они не его искали, они искали дарового хлеба, как мы ищем даровое исцеление, даровой помощи, просто чего-то дарового, не просто причащаясь чего-то вкусненького, сладенького, сильненького. Это царь славы входит в наше сердце, чтобы наше сердце сделать своим престолом, чтобы вместиться в нас внутрь и даровать нам все блага небесные и земные, потому что он и есть источник земных, вечных, небесных, всяких благ. И вот на такие мысли наталкивает нас этот псалом, и по этой причине церковь включила его как элемент подготовки к святому причащению. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео. Спасибо.